Это программа «Бизнес-курс». Меня зовут Анна Григорьева. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Игорь Яковлевич Исаков, начальник отдела реализации инновационной политики Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Игорь Яковлевич, добрый день! Добрый день! Спасибо, что вы к нам пришли. И у нас с вами есть тема для разговора, как всегда, актуальная. Поговорим мы с вами о программе «Умник». Расскажите, пожалуйста, на каком этапе она сейчас? Ну и что происходит в рамках реализации этой программы? Программа реализуется в фонда «Содействие инновациям». Это Федеральный институт поддержки инноваций, связанных с научно-техническим творчеством, научно-технической деятельностью. Программа «Умник» предполагает поддержку молодежи от 18 до 30 лет, которая планирует реализовывать и проводить научно-исследовательские работы. Фонд дает здесь 500 тысяч победителям этой программы на срок до двух лет, на проведение этих как раз научно-исследовательских работ. И «Умник» у нас сейчас выстраивается в определенную сеть федеральную. То есть эта программа проходит свое развитие, появляются здесь новые направления, как «Умник» в рамках Национальной технологической инициативы, так называемой «Умник-НТИ». Сейчас, на этот год, у нас планируется всего по России 1200 победителей программы «Умник». То есть у нас сейчас запланирована такая цифра в целом по России. Если говорить применительно к нашему региону, нам доведена такая квота в 25 мест. То есть 25 человек у нас могут стать победителями этой программы. И здесь хочу отметить, что это количество у нас является, ну наш регион является здесь четвертым по количеству мест выделенных. Впереди только у нас Москва, Санкт-Петербург и Ярославская область. Ну там всего лишь на один больше, 26. Как бы мы здесь соседствуем с Ростовской и Томской областями на четвертом месте. Фонд отметил деятельность, которая проводится и представительством администрации Краснодарского края, потенциала региона, результаты «Умников», которые прошли у нас уже программу в прошлых годах. Сейчас, если применительно говорить, к конкурсу, который идет в этом году, у нас старт заявок был объявлен 1 августа. И с этого периода, здесь у нас немножко такой короткий срок получился, но тем не менее мы привлекли, у нас поступила 161 заявка на конкурс. То есть если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году было 140. Это мы говорим о территории Краснодарского края. Краснодарский край, да. Ну и немножко заявок из других субъектов Южного федерального округа. Сейчас у нас прошли 4 полуфинала. То есть на очных площадках мы рассмотрели проекты ребят, которые подались на конкурс, дали рекомендации по доработке проектов, провели экспертизу. Туда часть ребят, к сожалению, не смогли пройти в дальнейший этап конкурса. Это конкурс, да. То есть мы этапами здесь проводим отбор ребят, которые наиболее замотивированы, которые ориентированы на результат. И для них это важно. Это не просто получить повышенную стипендию, а это именно получить деньги на первый шаг для того, чтобы сделать что-то. И это в будущем превратить в какой-то наукоемкий бизнес. Да, он может трансформироваться, изменяться, но это первый шаг. И есть примеры ребят, которые сделали этот первый шаг, и у них это превратилось в бизнес. Не просто идея, которая была нереализована, на которой были просто потрачены деньги и время. А которая уже приносит прибыль, да? Есть примеры положительные. Я здесь хотел бы поблагодарить наши ведущие университеты, а именно Кубанский государственный университет, Кубанский государственный технологический университет, Кубанский государственный аграрный университет, Кубанский государственный медицинский университет. Здесь большое спасибо коллегам, проректорам, начальникам инновационных центров, за ту работу, что они проделали, за привлечение ребят, молодежи к конкурсу, за организацию ведения этих площадок. Если говорить по этапам, то сейчас у нас после отборов на полуфиналах у нас следует этап заочной экспертизы проектов. То есть если мы на этапе полуфинала рассмотрели больше техническую реализуемость проектов, к примеру, что это не вечный двигатель, это нечто, которое может быть реализовано, которое может принести какие-то положительные плоды, что это не просто аналог чего-то там, без особых отличий, а это именно что-то новое, что может что-то изменить и иметь какую-то перспективу. Сейчас фонд, а именно наши коллеги из других регионов, система устроена так, что заявки оценивают эксперты других регионов, для того чтобы перепроверить, чтобы не было заинтересованности эксперта в конкретном проекте. Ну да, конечно, своих-то хочется продвинуть. Да, и здесь после этого этапа у нас уже идет финал. Ну на финал мы планируем порядка 80, ну ожидаем, порядка 80 участников, которые у нас пройдут как раз этап заочной экспертизы. И они у нас представят и защитят свои проекты перед компетентным жюри, которое будет включаться и представители науки, и самое главное представители бизнеса. Потому что если мы на первых этапах техническую реализуемость и вообще общую оценку, то здесь на этапе финала нам необходимо оценить коммерческую составляющую. То есть хорошая научная идея – это хорошо, но возможно ли какая-то коммерциализация по этой идее, возможно ли ее продать, что-то превратить. Эти результаты программы, они предполагают либо создание юридического лица, создание интеллектуальной собственности, либо юридическое лицо, либо подача на программу, которая предполагает большее финансирование, уже на такую серьезную реализацию проекта, то есть программа «Старт» – 2 миллиона в первый год, там 3 и 4 и 5 на следующие года при условии софинансирования, если это реальный проект нужен, востребован бизнесом. Либо продажа лицензии на интеллектуальную собственность в бизнес. То есть результаты предполагают создание реального бизнеса, работающего в любом случае. К сожалению, конечно, у нас не все ребята смогут пройти этап до бизнеса. Все-таки, наверное, предпринимателем может стать не каждый. Не все готовы выкладываться полностью на 100%, не все готовы заниматься этим проектом. Кто-то просто проведя этапы анализа, разработки этого проекта, приходит к выводу, что его идея не может быть реализована в силу определенных причин. Там появился какой-то аналог или, к примеру, человек проанализировал, понял, что технические параметры этого проекта не смогут в дальнейшем либо быть реализованы, либо они там уже есть у кого-то, это все реализовано, и его проект не имеет жизни, не имеет дальнейшего будущего. Игорь Яковлевич, скажите мне, пожалуйста, программа, точнее конкурс «Умник» – это федеральная, да, у нас история? Да, совершенно верно. Она проводится федеральным фондом «Содействие инновациям». Но при этом, естественно, на уровне регионов ответственность лежит на администрациях наших регионов, да? В частности, у нас на администрации Краснодарского края, на вашем департаменте. Какова ваша функция? Наша функция, мы, ну, напомню, что мы здесь работаем в рамках соглашения о сотрудничестве фонда «Содействие инновациям» и администрации Краснодарского края. И наша функция, нашего департамента в привлечении заявок, в организации их отбора на очных площадках, на наших полуфиналах, и задача в проведении финала. То есть все основные этапы здесь мы максимально участвуем. В каждом регионе, ну, не в каждом, в первых 70 регионах, в первых четырех регионах 25 и чуть больше, да, должно быть победителей? Да, значит, в Москве это 199 человек. В Санкт-Петербурге, честно, здесь сейчас максимально цифру не вспомню, но там порядка 70. И дальше там идет Ярославская область, 26, вы сказали. 25 – наш регион, Ростовская область, Томск. И дальше по не спадающей. И там вплоть до, по-моему, трех заявок или пяти, то есть такой минимум. И финансовые средства в размере 12 миллионов рублей для нашего региона, да, должны быть между? Да, это максимальная сумма. Если у нас, я надеюсь, все сложится, все 25 человек пройдут после финала дальнейшие согласования с фондом «Содействие инновациям», то у нас, поступив в нашу экономику, на реализацию проектов нашего региона, 12,5 миллионов рублей от фонда «Содействие инновациям». В экономику Краснодарского края. Да, совершенно верно. Игорь Яковлевич, ведь не первый год проходит конкурс «Умник». Вот по примеру прошлых лет, наверное, да, по примеру прошлых конкурсов, ну какой процент реализуется на самом деле в жизнь из вот этих инновационных проектов? Или большей частью все-таки они остаются на уровне идей? Большинство, как бы, проектов требуют доработки и, как бы, дальнейшего продвижения. Но большинство ребят, объективно оценивая свои силы, ну здесь стоит сказать, что программа «Умник», она предполагает право на ошибку. Все-таки это не более серьезная программа, как и старт, да. Есть статистика, порядка четверти 25% складываются какие-либо истории успеха, то есть люди проходят либо на другую программу старт, да, выиграют. То есть еще другие пути, правильно я понимаю? Да. Поддержки. То есть есть определенный процент устойчивых людей, которые продолжают заниматься бизнесом. Ну, понятно, из-за того, что такой широкий размах, мы не можем объективно там создавать, я не знаю, только по одной программе по 1200 предприятий в год. Ну, мы объективно понимаем, мы понимаем ту же воронку создания инновационного бизнеса, да, сколько в инновационном бизнесе проектов проваливается. Но это, к сожалению, это есть на самом деле. Мне кажется, это очень сложная такая ниша, бизнеса инновационная, и угадать, ну уж тем более на 100%, в ней невозможно, что ты будешь в плюсе, выиграешь. Да, вы абсолютно правы, да. Если рассматривать простой бизнес, где можно просчитать, да, оценить, как бы не всегда тоже у людей получается, они могут тоже допустить ошибки в оценке того или иного проекта в ценообразовании, то здесь в инновациях проблемы могут быть с конкурированием. Это более сложный бизнес. Здесь и количество провалов, и количество людей, которые прошли через это, это существенно как бы отличается. Есть что-то, что осталось на Кубани, что приносит прибыль не только человеку, там, занимающимся бизнесом таким вот наукоемким, да, ну и чем там Краснодарский край может гордиться и сказать, ребят, да, у нас вот был такой инновационный проект, мы его воплотили, он остался у нас, и мы в этом уникальны. Есть такой пример? Есть пример. У меня Евгения Смычагина, который у нас создал компанию, ну буквально с научной идеей, и у него это все дело пошло, и вошло в систему, в бизнес, то есть человек из аспиранта превратился в технического предпринимателя. А что за идея? Расскажите, я не в курсе. У него идея, значит, они проводили исследования в целях решения проблемы переработки отходов масложирового производства, то есть есть отходы, есть проблема, и как эту проблему не просто утилизировать, да, а как, возможно, с нее что-то извлечь, да, и они разработали определенное оборудование, определенную систему, которое позволяет из этих отходов извлекать техническое масло, ну которое, наверное, там больше для смазывания, не в пищу, да, идет, и получать жмыха для того, чтобы потом производить корма. То есть вот здесь пример, Евгений у нас прошел на программу «Старт», у него есть клиенты крупные. И он получил поддержку, насколько я знаю, да, от администрации краевой? Он от администрации края получил здесь грант по программе «Инноватор Кубани», он у нас занял первое место. У нас проводилась наша администрация и края, нашим департаментом, совместно с фондом «Сколково», стартап-тур фонда «Сколково». Это масштабное большое мероприятие по Южному федеральному округу, по Северо-Кавказскому, вот у нас все было в Краснодаре. И Евгений у нас стал суперфиналистом. То есть у нас были отобраны там сейчас порядка 30 проектов, из этих 30 проектов отобрали 9 победителей. И первые места в трех номинациях, в трех направлениях сразились за главный приз, там 300 тысяч рублей. И Евгений у нас победил людей, даже не с региона, он победил двух людей, которые приехали вообще из Москвы. Ну и идея, мне кажется, уникальная, главное, ее было, видимо, правильно подать. Да, идея была хорошая, но здесь стоит отметить, как бы его усилия все-таки… Не сдавался, да? Да, не сдавался, да, он довел это до ума. Есть у нас Иван Шосткий, тоже молодой человек, который собрал команду, коллектив, научно-конструкторское бюро «Техмаш» называется в Кубанском технологическом университете. Тоже ребята молодцы, они тоже занимаются технологиями для пищевой промышленности. И они участвуют у нас и в федеральном акселераторе «Дженерейшн-Эс», то есть Иван у нас ездил как один из лучших проектов в Париж на выставку, то есть по линии федерального акселератора. То есть он два раза проходил, у него там были с компанией «Эвка», одним из крупнейших холдингов, «НМЖК». То есть у него там контракты, пилотные внедрения. То есть это, ну, такие вот примеры, ребят. Но опять-таки повторюсь, да, это надо выдержку иметь, это надо идти к цели, это надо понимать, что ты хочешь. – Игорь Яковлевич, а что касается вот тех заявок, которые уже вот сейчас в этом году прислали, 161, вы сказали, есть что-то, что вас заинтересовало, на что вы обратили внимание? – Есть интересные проекты, но я, наверное, сейчас их не буду разглашать, да, все-таки подождем… – До финала. – Да, 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 что просто люди потом не сказали, ой, а вы говорили про нас, а мы не стали победителями. – Но это же не вы решение принимаете, мы уже поняли, что решение будет приниматься. – Я вот хочу отметить, что много очень молодежи, да, 160 человек – это на самом деле, ну, не такая маленькая цифра. – Ну да. – И ребята интересуются, они хотят попробовать заняться, хотя бы в рамках гранта, но и в будущем что-то создавать. Да, есть вопросы там по коммерческой составляющей, потому что для большинства ребят, ну, это проблематично, особенно если подается студент, это в большинстве случаев непонятно. – Ну, просто, мне кажется, люди, занимающиеся наукой, они далеки от бизнес-планов и каких-то таких финансовых расчетов. Им нужна помощь, скажем так, в этом вопросе. Игорь Яковлевич, а что касается… Не будем расстраивать ребят, да, заранее, не будем говорить, тем более мы не знаем еще результатов конкурса «Умник», но я прекрасно понимаю, что в Краснодарском крае есть и другая поддержка инновационной деятельности, может быть, немножко приободрим ребят, и скажем, что если вдруг они не окажутся в финале конкурса «Умник» и не получат федеральных средств, есть еще другие каналы, да, государственные, где можно получить поддержку. – Ну, если применительно к молодежи рассматривать, да, к примеру, у нас Министерство образования, науки и молодежной политики проводит две замечательных программы, нули конкурса. Это губернаторский конкурс премии IQ года и Кубанская школа инноваторов. И плюс у нас еще сейчас реализуется проект «Школа молодого предпринимателя». То есть тоже проводит наш департамент, и мы ребят обучаем основам предпринимательства, привлекаем спикеров, экспертов для того, чтобы… – Школа молодого предпринимателя – это что-то грандиозное. – Это важный проект, он способствует получению этими ребятами навыков в ведении предпринимательской деятельности. Потому что, ну, я знаю на своем примере, что очень много вопросов, как спланировать, как разговаривать с клиентом, как вообще банально, не знаю, открыть счет в банке, да, базовый вопрос, как ввести, что… как выстроить вообще ценообразование, как выстроить вообще бизнес-модель своего дела, да, как зарабатывать, на чем зарабатывать. Это, ну, извечные вопросы для многих начинающих предпринимателей, не имеющих там очень огромного опыта. Это важно. – Игорь Яковлевич, а если вернуться к «Умнику», все-таки каковы критерии оценки победителя? На что обратить внимание, помимо вот этого бизнес-плана и финансовой составляющей? Есть какие-то еще критерии оценки, которые уже вот, ну, из года в год они стандартом стали? – Есть такой базовый критерий, он немножко такой может показаться смешным. Это название проекта. То есть он должен начинаться со слова «разработка». Разработка чего? Нужно пояснить чего? И в названии «дать посыл» какие-то, может дать результаты. Для чего это? То есть разработать вот это, вот это для того, чтобы вот это решить, да, к примеру. То есть просто как фонд говорит, что, допустим, проекты по созданию пищевых рецептур, они не являются, к примеру, наукоемкими, ну, к примеру, не знаю, сделать кисель из свеклы, к примеру. Ну, можно его сделать, можно, ну, науки здесь ноль, как бы. То есть идеальный проект, если, ну, вот я обрисую идеальный такой портрет проекта «Наумника», это проект с научным заделом. В этом научном заделе есть какая-то перспектива, но этот научный задел, он реализуем. То есть есть силы и возможности, чтобы этот молодой человек это реально мог сделать, да, то есть это, я не знаю, не разработка, к примеру, нейронной сети, на которую там многие компании там тратят чуть ли не десятки миллиардов, к примеру, да, то есть молодой человек вряд ли ее сделает. То есть понятная, востребованная научная идея. И эта научная идея должна быть трансформируемая в деньги. То есть если человек, к примеру, проводит исследование ради того, чтобы изучить одно явление влияния на другое, оно, к примеру, ну, не предполагает какую-то коммерциализацию потенциальную, да, какую-то продажу, то есть это нет, да, то есть идеально… Наука в чистом виде, наверное, это называется. Наука в чистом виде, да, то есть фундаментальная наука, это все как бы здесь не проходит, вот именно в рамках этого конкурса. То есть идеальный проект, это проект с хорошим научным заделом, с новизной, с коммерческим потенциалом, ну, хотя бы его можно будет просмотреть, да, хотя бы. Не обязательно, что он случится, к примеру, да, но его хотя бы можно понять. То есть это будет продажа тому-то, это крупная компания, или это какие-то предприниматели, или это люди просто, ну, B2C, к примеру, рынок. То есть, ну, более-менее понятно. Вот это более-менее такой проект, который фондам видится как перспективный, и такие проекты чаще всего получают поддержку. Игорь Яковлевич, а если мы не можем назвать интересные проекты в этом году, те заявки интересные, которые были присланы на конкурс, давайте, может быть, хотя бы обозначим те сферы, в которых молодежь чаще всего, ну, пытается или хочет, или видит инновации. Ну, самая основная сфера, наверное, это у нас информационные технологии. Самая такая, наверное, продвинутая? Она продвинутая, да, много молодежи, и создание, к примеру, там, интернет какого-то продукта или IT-продукта, оно может там не предполагать привлечения большого количества ресурсов. Да, к примеру, если биотехнологии, это надо исследовательское оборудование, это надо какую-то пилотную площадку, будь то лаборатория в УЗИ, или там лаборатория на предприятии, да, какой-то там центр коллективного пользования, да, то здесь у ребят немножко попроще, да, команда сложилась, сформировалась, они там проработали, сделали. Ну, тут еще следует отметить активную работу фонда развития интернет-инициатив. Это такой особый институт развития, который и инвестирует, и проводит обучение, развивается общество в регионах. Нам посчастливилось, мы один из 10 или 11, не знаю, сейчас не помню честно, регионов, где есть представительство фонда интернет-инициатив. И они здесь большую работу проводят ежегодно, у них в списках контактов порядка 3 тысяч человек, да, там есть и предприниматели, есть и те, кто просто интересуется тематикой предпринимательства, они практически на регулярной основе проводят здесь обучение по разным тематикам. Было даже вот такое нестандартное для фонда про юридические аспекты бизнеса. То есть вообще это нестандартное. Потрясающе. Если это какой-то маркетинг, это какие-то технические вещи, да, там, customer development, то есть определение твоего потребителя, то это вообще прям было необычно. И здесь они еще проводят под конец года всегда одну большую крупную конференцию. Startup Day называется. Они ее запланировали сейчас на 2 декабря. Это уже здесь приглашаем наших зрителей посетить это мероприятие. Оно очень интересное, будет насыщенное. И с лекциями, выступлениями, и с просмотром менторской сессии по проектам. Да, у кого есть проект, он может его представить экспертом, презентовать, получить обратную связь. Поделиться, да. Получить приглашение в заочный акселератор фонда. Есть примеры, когда ребята проходили и на инвестиции от фонда. Ничего себе, это здорово. То есть я наблюдал такой случай в декабре прошлого года, когда одна из компаний краснодарских, компания Магротек, она порепрезентовала свой проект управляющему инвестиционным портфелем фонда интернет-инициатив, и они были там рекомендованы в акселератор. И, соответственно, прошли акселераторную программу, получили деньги, порядка 2 миллионов, на реализацию своего проекта. То есть есть и такие примеры для фонда интернет-инициатив. Важно выращивать все-таки сообщества предпринимателей, для них важно получать потом на выходе компании, в которые можно проинвестировать. И эти инвестиции, они потом отбиваются, когда заходит более серьезный, более крупный инвестор. Но я здесь не буду в подробности такие уходить. Говоря о перспективных направлениях, это информационные технологии. Очень у нас, наверное, со спецификой некой такой региона востребована биотехнология. То есть тоже ребята многие в эту сторону смотрят. Но здесь надо понимать, что для развития биотехнологий надо много оборудования, надо более такой продвинутый уровень. Это более то, во что нужно вложиться. Да, то есть это предполагает все-таки создание условий. То есть просто дома ты вряд ли продвинешься по биотехнологиям. Все-таки нужно исследовательское оборудование. Развивается, плюс еще промышленное направление. Тоже ребята, создание новой производственной технологии, тоже ребята здесь занимаются по этому направлению. Игорь Яковлевич, если резюмировать, когда мы увидим и узнаем в лицо победителей конкурса «Умник». Ну это все зависит сейчас от фонда. То есть после нашего финала, когда мы этих ребят отберем, мы пройдем процедуры согласования. И я думаю, ну это мои предположения, что в апреле и в мае, ну опять-таки дело случая. Может быть раньше, может быть позже. Ну будем верить, что у нас все-таки останутся, и будут победители максимально большое количество, и останутся они у нас в Краснодарском крае и будут воплощать свои инновации в жизнь на кубанской земле. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Обязательно приходите еще. Всегда вам рады. Спасибо. Это была программа «Бизнес-курс». Меня зовут Анна Григорьева. Обязательно смотрите нас. Ну и не забывайте, что администрация Краснодарского края поддерживает все ваши инициативы в бизнесе. Субтитры подогнал «Симон»